Игрок нашего клуба Эдуард Спирсиан, капитан команды. Давайте начнем с Эдуарда Спирсиана, чтобы он мог сразу готовиться к тренировке. Пожалуйста, Эдуард, несколько слов о завтрашнем матче. Всем здравствуйте. Завтра большой день для нас, большая игра. Мы играем за трофей, который мы все ждем. Поэтому все готовы и все ждем завтрашний день. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы с Эдуард Спирсианом. Здравствуйте. Действительно, вы прогнули по трофею. Ну, просто здорово, их нет. Вот эта история вообще как-то давится на команду, что сейчас один матч. И, в принципе, за один матч его можно получить. Хотя, в принципе, в прошлом сезоне, по-лимпийски, насколько это эмоционально, может быть, сказывается. Нет, никак не сказывается. Это, наоборот, хорошо, что у нас есть такие игры, что, может быть, был такой шанс. Поэтому все зависит только от нас. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Эдуард, есть? Есть. Есть. Валерий Мартиросян, ветеран футбола. Пожалуйста, сейчас. Коллеги на втором ряду, поэтому мы передадим вам микрофон. Сейчас вы передадите. Сейчас. Желаю вам победы, потому что я болею, как за Крашнодар. Давно болею так, как он мой любимый клуб. Своими воспитанниками, что добивается сам. Вот. Что вы ждете от завтрашней игры? Здравствуйте, спасибо большое. Думаю, завтра очень интересный матч, как я уже говорил. Мы все ждем его и уверены, что у нас все получится. Спасибо. Спасибо. Какие ощущения, что это для вас значит морально, так скажем, готовы или к тому, что вы перейдете до этого, может обсуждали это с молодой крючком в том числе? Ну, я был вице-капитаном в прошлом сезоне, и в этом сезоне назначили меня это. Я поблагодарю за такое доверие. Для меня большая честь быть капитаном. Я вырос в Касандаре, это академия, дорос до этого, это большая гордость, поэтому я готов, и никого давления нет. Пожалуйста, первый ряд. Эдвард, все-таки невозможно не спросить на поводу вашего будущего, а можете искать что-то? Олег, если есть еще вопрос, я имею в виду, я понимаю, что. Эдвард, ну, понятно, что капитанство это доверие, но и ответственность определенная, согласность. Можно понимать этот тракт, что вы берете капитанскую повязку, берете ответственность, и, по крайней мере, до зимнего трансферного окна вы эту ответственность продолжаете нести. Вы оттуда решили зайти, да? Ну, это же ответственность, как капитан, вы берете повязку, вы уходите, это же сранно было бы, да, значит, непосредственность. Без повязки есть ответственность. Завтра важный день, давайте поговорим о завтрашнем области. И давайте про завтрашнюю игру и говорим, пожалуйста, в микрофон. Немало игроков покинули Краснодара, это уже в ленито спинокно, но при этом пришел и Федор Смолов. Может быть, в чем сейчас вы видите силу Краснодара в связи с такими потерьми, плюс еще не сыграют латиноамериканцы, которые в финале Кубка Америки. В чем, может быть, шансы Краснодара и как встретили Федора Смолова в команде, рады и говорят уже о возвращении Краснодара. Федора, Юра, мы хорошо их знали и раньше, им подавали мы вичи даже, поэтому хорошо встретили это, большие игроки с большим опытом, которые помогут нам. Вот так же Даня Козлов и так же ребята, которые говорили про Латинесов. Ну, такой регламент, конечно, нас не будет хватать, но и ребята, кто травмированы. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы были все вместе, но с этим ничего не сделаешь. На данный момент все, кто есть, мы все мотивированные, у нас отличная атмосфера в команде и все готовы. У футболистов в каждой команде есть отдельный свой чат в WhatsApp, у вас сейчас часть игроков на Куб Америки, часть будет играть завтра. Как сейчас проходит это общение, пожелаете друг другу удачи, может уже что-то оттуда вам писали футболисты или, ну, то есть это стандартный удача, удача или может что-то было необычное? Ну, конечно, мы общаемся, и вчера общался с женой города Борей, у нас есть чат общий, конечно, они очень хотели бы быть здесь, но у них тоже большой турнир. Поэтому, конечно, мы поддерживаем связь, а за кого будете болеть вы футболистов в Америке? До своих ребят, до своих друзей. Коллеги, если есть еще вопросы к Эдуарту, давайте эти два вопроса и отпустим его на тренировку. Эдуард, вот Бород Олегович говорил, что когда он пришел, собственно говоря, зимой, было тяжело в него внедрить все свои идеи очень быстро, потому что времени было мало, сейчас времени, в принципе, было побольше. Вы довольно рады вашей отпуск, и как целая команда сейчас адаптировала ли она уже идеи, все идеи, которые главный тренер выдвигает, и уже привыкли к взаимодействию? Ну, конечно, сразу было тяжело, это именно всем понять, и я думал, что ближе к концу сезона мы уже понимали, что требует от нас тренер, и сейчас на сборах мы все прошли, и все отлично себя понимают, и никаких вопросов нет, и отлично пришли сборы, и разговаривали между собой, все отлично себя чувствуют в физическом плане. Субтитры создавал DimaTorzok